Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о седератах. Эта тема опять актуальна. Мы уже говорили о седератах на луке, чесноке. Сейчас мы убираем картофель. Убираем картофель, значит, опять же, многие стремятся посеять седераты. Что необходимо помнить при посеве седератов после картофеля, ну и заодно знать плюсы и минусы разных седератов. Значит, самое главное, что необходимо помнить, что разные седераты как бы имеют различные вегетационные периоды. То есть до того времени от посева до заделки в почву. Значит, есть седераты, которые, например, надо 3 месяца, 2,5 месяца, 4 месяца. Поэтому понятно, что под картофель мы будем использовать седераты, которые имеют короткий период вегетационный. Если короткий период такой вегетации, чтобы заделки, значит, что? Можно использовать. Ну, седераты, если вообще разобраться, они бывают крестоцветная группа, бобовая группа, злаковая группа. Ну и, конечно, бывают там отдельные и другие как бы группы. Ну, там может быть отдельно. Отдельно даже, что вас может удивлю. Ну, в качестве седерата могут даже быть обыкновенные календулы, то есть цветы такие, и бархатцы, и летаетис. Они также могут быть использованы в качестве седератов. Но уже их время ушло. Эти седераты необходимо сесть не позже 20 августа. Вот. Тогда они только дадут эффект. Что какие, ну, наши огородники просто-то привыкли, что в магазинах есть седераты, большой выбор, где-то 10-15 наименований. Всех хватают и высевают. А вот делать это ни в коем случае без разбора и без понятия, как говорится, нельзя. Почему? Ну, вот давайте разбираться. Будем вообще разберемся с седератами по этим группам. Плюсы и минусы каждой группы седератов. И мы тогда будем знать, что мы посеем после уборки картофеля, или той же свеклы, или той моркови. Потому что не забываем, что каждый седерат имеет как плюс, так и минус. Ну, обычно все производители акцентируют внимание на плюсах седератов. Это, конечно, хорошо, но не надо же и знать и минусы седератов. Ну, вот красноцветная группа, например. Если есть красноцветная группа седератов, значит, вы высеваете в этом году. А это, значит, кто? Горчица, это рапс, это редька. Вы их высеваете в этом году и уже знаете, что мы кормим красноцветных блошек, мы кормим капустную белянку с седератами, и мы кормим седератами капустную моль. Уже эти злостные вредители, значит, имеют хорошую пищевую базу. Раз они живут на наших седератах, значит, они будут спокойно, набравшись сил, перелетать на посадки нашей капусты. Там тоже белокочанная, краснокочанная, пекинская и любой другой. Они будут повреждать нашу капусту. Поэтому, если ваши посадки находятся очень близко, от выращивания этих седератов с красноцветными культурами, воздержитесь. Далее, поселив эти культуры, значит, на следующий год, после этих культур, нельзя ни в коем случае садить все красноцветные. То есть, вам уже не иметь на этом участке ни репы, ни редьки, ни редиски даже, то есть, самого скороспелого корнеплода. Ну и, соответственно, и дайкон там не вырастет, и капуста будет болеть. И это все действия седератов. Поэтому красноцветная группа больше подходит для других растений. Очень хорошо на красноцветную группу отзываются картофель. Отзываются картофель еще почему? Потому что, например, горчица тормозит нематоду. Развитие нематоды в земле, корни горчицы тормозят. И картофель будет более здоровым, более чистым. Вот, помним об этом. Следующая наша группа седератов – это бобовые. Ну, из бобовых – это может быть и люпин, это может быть донник, это может быть клевер. Это есть рад других культур. Но не забываем, что они бывают как однолетние, так и многолетние. Из однолетних, конечно, самый популярный люпин. Ну, люпин лучше подходит. Для чего он подходит? Для песчаных легких почв. Там люпин даст хороший результат, но ему надо 2,5 месяца, чтобы выросла хорошая масса. Если он посеян будет уже после 20 августа, хорошая масса вы не наберете, и люпин большого эффекта уже не даст. Помните, ну, это все для условий в Беларуси применимо. Если у вас регионы более южные, значит, сроки можно сдвинуть на более поздние. Но если ваш регион северный, то сроки будут на более ранние надо сдвигаться, на начало августа. Только тогда вы будете иметь. Но по бобовых. Бобовые, конечно, как бы все хорошие сидераты, почву обращают азотом. Но опять же, уже на следующий год ни горох, ни фасоль, после них сесть нельзя, чтобы вы помнили. И потом бобовые сидераты, если будут выращиваться, например, ну, если сесть какой-то донник или клевер, это нормально. Но если сесть из года в год, получается почва утомления. Поэтому бобовые сидераты должны чередоваться с другими культурами других, как бы по семейству, или с теми красноцветными, или с злаковыми, чтобы не было почву утомления после бобовых сидератов. Ну, и следующая группа сидератов, это, конечно, злаковые. Из злаковых мы применяем несколько. Азимая рожь, третикалия и овес. Кому отдать предпочтение? Конечно, часто вот слышу там выступления своих коллег на других каналах, и вот многие очень рьяно советуют сеять озимую рожь. Ну, что вот озимая рожь подавляет корневое выделение, нематоды, упортия, это очень хорошо. Но все забывают, что озимая рожь, которая как бы зимует живые корни зимой, она привлекает проволочника. Поэтому посеяли озимую рожь, будьте готовы, что ваши корнеплоды, та же картофель, та же свекла, морковь, будут поврождаться проволочником. А я думаю, что вам проволочник не надо. Поэтому мы выберем более такой оптимальный вариант. Мы возьмем более оптимальный вариант, что? Мы возьмем овес. Возьмем овес, потому что овес не будет привлекать проволочника. И он как бы зимой смерзает, не доставляя нам хлопот. Но тут есть один минус тоже. Потому что овес, культура все-таки весеннего сева, и он в осеннюю пору повреждается ржавчиной. Есть на нем ржавчина, и если у вас где-то находятся рядом зерновые, вы посеяли для себя, значит, эта ржавчина переходит на зерновые культуры. Тут уже озимую рожь, например, или третикаля перешла, значит, эти культуры будут повреждаться ржавчиной. Так что тоже подумайте, надо вам овес или не надо. Ну, следующая группа седератов, которая у нас еще есть, значит, самое интересное, что в этой группе очень мало родственников на наших участках. Это грычиха. Обыкновенная грычиха. Но, опять же, грычиха должна быть посеяна в наших условиях Белоруссии до 1 августа. До 1 августа она посеяна. Грычиха даст хорошую стимуляцию. Тем более, что у грычихи родственников практически нет. Из грычихных это у нас ревень, он не занимает больших площадей, и это шавель, он тоже не занимает больших площадей. Поэтому грычиха будет являться очень хорошим предшественником для большинства культуры. Из ее плюсов надо отнести, что грычиха хорошо растет на малоплодородных почвах, даже и легких суглингах. Это раз. Во-вторых, она выкачивает из почвы питательного вещества, и они становятся в дальнейшем доступными для наших культурных растений. Ну, есть еще одно растение, о котором, конечно, многие слышали, ну и которое, как бы, не всегда его обращают внимание, а оно очень удобно для посева, кажется, седиратов. Это фацелия. Фацелия, выясненная на участке, значит, это клад. Почему? Ну, опять же, она должна быть посеяна до 1 августа. А кладом они являются будет потому, что у фацелии нет ни одного родственника среди культурных растений овощных. Нет культурных растений овощных, поэтому не оказывает негативного влияния. Она ни на микрофлору почвы, ни на вредителей, ну, все можно садить и съесть после фацелии. Но, опять же, повторюсь, в условиях Беларуси она должна быть посеяна или весной, или летом, но до 1 августа. Тогда она даст еще определенный эффект. Посевы уже в сентябре месяце, в трое половине, бесполезны. Ваша фацелия вырастет там 10-15 сантиметров высоты, начинаются заморозки, и ваши фацелия просто-напросто погибают. Так что это получается напрасные выброшенные деньги. Так что теперь, когда мы уже знаем седираты, мы определили, что позднюю пору, после картофеля, если мы съем, до 20 августа, значит, выбор седиратов широкий, а с 1 сентябра у нас остается горчица, овес, озимая рожь и тритикаля. Вот эти культуры остаются уже после 1 сентябра. После 1 сентябра эти культуры можно будет еще съесть, и они дадут определенный эффект. Но опять же, что у нас поле как бы уже росло, что-то росло. Значит, даже если мы брали картофель, не забываем, что там, значит, порча после картофеля уже такая опустошенная. Если для того, чтобы собрать хороший урожай картофеля, клубни, забрали из земли питательные вещества. И вот, чтобы воспомнить недостаток питательных веществ, мы прольем наши родочки перед посевом седиратов. А делать это несложно. Родочек сделали, съем седираты, мы прольем, растим овощи. Растим овощи, проливаем каждый родочек. Это обеспечит питание наши будущие седираты. Заделали вот родочек. А после этого я бы вам очень-очень советовал взять такой хороший препарат, как антистерня, антистерня профит. Антистерня профит, проливаем наши родочки. Что нам это даст? Потому что растим овощи будут стимулировать, значит, прорастание семян. А вот антистерня, будут все остатки корней картофеля, которые остались, они все будут, значит, разрушаться. Они будут разрушаться, нейрализоваться, то есть они все пойдут на пользу. Поэтому не забываем эти моменты. Ну и что еще дальше, самое интересное, что я вам не рассказал в начале, что любые седираты, значит, лучше, когда высеваются в смеси. Ну, конечно, будет очень неправильно, если вы смешаете все седираты просто-напросто в кучу и посеете. Потому что взаимоотношения между растениями очень сложные, и не всегда они нам понятные. Поэтому, если мы просто посеем всю эту смешанную кучу, значит, ну, не всегда получаем хорошие результаты. Потому что растения некоторые так угнетают друг друга. А для того, чтобы этого не случилось, я на опыте убедился, что седираты достаточно высевать где-то через 20 сантиметров друг от друга. Делаем родочек, в одном родочке сеем одну культуру, во втором – вторую, в третьем – третью, в четвертом – четвертую можем посеять, в пятом – следующую посеять, опять ту, что первую сели. И нужно также чередовать. Если мы будем чередовать такседираты, значит, они все будут хорошо развиваться, дадут хорошую массу. Ну, и вот тут дальше, опять же, нюансы есть. Какие нюансы? Ну, значит, кто-то спрашивает, надо ли заделать эту зеленую массу. Вот. Если у вас позволяет погода, и это конец октябра, значит, уже как бы рост растений прекращается, что нету, земля не замерзшая, значит, ваши седираты еще не смерзли, значит, вы их запросто можете заделать почву. Почему? Потому что, будучи заделанными почвами, они будут разлагаться, и это будет как бы органика для нашей почвы. И, соответственно, при заделке седиратов почву, она весной будет как-то рыхлая, будет раньше прогреваться. Ну, если вы не заделали седиратую почву, в этом тоже нет беды. Почему? Потому что седираты смерзнут, и они просто-напросто покрывают, как ковро, нашу почву. Что нам это даст? В этом тоже есть плюсы. Хотя они не заделаны. Масса, конечно, на зиму уменьшится с седиратов значительно, но они защищают почву весной от промерзания. Почва весной не будет трескаться, просто не будет трещин. Такое одеяло будет на почве лежать, почва будет более рыхлая, и, соответственно, ее будет лучше обрабатывать. Но не забывайте, что седираты, которые лежат на поверхности почвы, весной они не будут задерживать таяние почвы. Поэтому весной придется вам, может быть, брать грабли, и от седиратов сгребать какие-то волочки, чтобы почва прогревалась. А иначе под слоем седиратов земля будет прогреваться медленно под этим покрывалом, и, соответственно, вы будете сеять в своей культуре гораздо позже. Помните эти нюансы. Если вы правильно подойдете к выбору седиратов, способом их заделки или не заделки, простимулируете их прорастание, вы, соответственно, будете иметь чистые, хорошие оградки, которые на следующий год дадут вам богатый урожай овощных культур. Если вам понравился мой рассказ, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Про Цветок, заходите в наши магазины. До новых встреч!